Добрый вечер, мы приветствуем всех зрителей открытой интернет-студии, в студии Виктория Иванова, Степан Хлопов, постоянный соведущий, и мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, очень рады видеть Константин Парамонов, главный тренер Амкара Молодежного. Вопросы на твиттер уже приходят, я потом озвучу. Да? Я надеюсь, только они тебя повеселили. Меня повеселил автор вопроса. Понятно. Ну и вопрос тоже. Очень рады видеть Константина Парамонова, спасибо, что пришел, и у нас, наверное, первый вопрос будет, как в Амкаре Молодежном, как в качестве главного тренера ощущаете себя? Замечательно, если честно, как будто всю жизнь был тренером главным. Главным, да. Ну, какие-то первые шаги главного тренера, конечно, было немножко сложно было в первое время, но быстро, я думаю, адаптировался, понял, и я думаю, что все-таки, что получается быть главным тренером. А уже приходилось принимать, как это принято, называть непопулярные решения, кого-то отстранять от команды? Если честно, это самое тяжелое решение. А это вообще касается, жесткий тренер? Я? С жесткий? Как сам себя? Я думаю, что жесткий, думаю, что жесткий, да. Ну, и где-то, конечно, и пряник. С пряником где-то, где-то с пряником, но что касается футбола, и в основном, жесткий. Да, 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 я жесткий тренер, но с пряником. С пряником. Я вот это зацементированную фразу. Но жестким приходится быть, когда, если видишь, что ребята плохо тренируются, как бы спустя рукава, тогда меня это злит очень сильно. А что это бывает? Лексикон приличный выливается. Ну, если все-таки, да, прийти к этому, вот как вы спросили, вот эти решения, принимать кого-то от команды, отстранять кого-то, да. Вот это самое тяжелое, в футболе подойти человеку и сказать, что ты не подходишь. Считаю, что это очень сильно человека ранит, и поэтому это не так легко сказать человеку. Но, с каждым разом, конечно же, все легче становится. Значит, такие решения уже были приняты. А вот скажите честно, как бывшему футболисту, легенде, в конце концов, пермского футбола, прикамского футбола, обидно смотреть, когда молодые парни, 17-18 лет, когда они не выкладываются, и вот на них смотришь и понимаешь, что ты вроде мог бы чего-нибудь достичь. И я там пытаюсь тебя научить, а ты сам на главную проблему. Это, поэтому, как говорят многие, ты для этого и поставлю, чтобы их, это вот учить этому футболу, всем тем навыкам, которые нужны уже в профессиональной команде. Вот и приходится каждый день на каждой тренировке, вот потихонечку, потихонечку вдалбливаешь, вдалбливаешь. Кто способен к обучению, те растут в хороших футболистов. А если кто-то немножко не понимает чего-то, не допонимает, максимум, может быть, вторая лига его ждет. Это максимум. Ну, а даже можно закончить футболом вообще. Это все зависит от того, насколько человек, сам футболист хочет чего-то добиться. Ну, я еще раз говорю, что из дубля основная масса, конечно. Где-то расходится эта вторая лига. Мало кто попадает, потому что так невозможно тоже, чтобы большими партиями сразу все были талантливыми такими. Так что... И опять же, во второй лиге кому-то играть надо. Мы говорим о ребятах, которые играют вот у вас, в молодежном составе Амкара. Вот вам приходится им говорить, например, вот я в твои годы. Вот так вы говорите с ним, вот я в твои годы. Да, и вот... Землю грыз. Вы в их годы что? Вот можно ли сравнить там вас, 17-летних, да? Да, которые были уже, ну, не знаю, либо в команде мастеров тогда это было, либо там вот под командой, как там эта структура была, я не знаю. Да, и вот нынешние 17-летние уже такие, почти такие звезды. Ну, звездочки, звездулечки, звездулюлечки такие. Можно сравнить вот тех 17-летних вас и вот сегодняшних? В чем разница? Нет, можно. Во-первых, конечно, время другое было. У нас не было интернетов, планшетов, айфонов, компьютеров. Этого не было. Поэтому, чтобы и во-вторых, я, например, если сравнить меня же, если вы говорите, говорю ли я им, ну, это, конечно, бывает, но редко. Какие-то примеры приводишь им из, как бы, своей молодости, да. Ну, например, когда я, мне было 17 лет, команде «Звезда», они играли в первой лиге, у них дубля не было. То есть я пришел в команду мастеров, там играли Чабанов, Худорожков, Петров, Филимонов, Шестаков. Им уже было, извините, по 30 с чем-то лет. И где-то там, там только попробуй, где-то не добежи, где-то что-то не так, там тебе сразу. Некому сюсюкаться было. Он прилично поставит, да. И поэтому там не, как бы, забалуешь. А здесь они среди сверстников, они себя чувствуют уверенно, у них все есть. Папа, он покупает им планшеты. Компьютеры сами уже способны секунды. Да, ну, в принципе, на контрактах, на зарплатах. Да, 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 многие, да, кто на контрактах уже сами чувствуют себя так, довольно-таки уверены в жизни. И это, насколько мы поняли, тоже проблема, вот эта ранняя уверенность в собственных силах. Возможно, да. Это такой звезнячок. Ну, звезнячок, может быть, не давать нашивка. А может быть, даже и не звезнячок, все-таки, а недопонимание всего того, что требуется от них, вот именно на данный момент. Может, может быть, так. Потому что, сколько мы с ними разговаривали, и по разговорам они все в этом возрасте себя считают уже такими талантливыми футболистами. Они поэтому такое лицо делают иногда, когда им тренер что-то говорит, претензии, а они говорят, опа, а что у нас на самом деле? Мне моя игра нравится, тренер, ты что, какие претензии могут быть? Я не знаю, как они, а я сыграл хорошо. Ну, примерно так, да. И поэтому... Они приходят, не готовы? То есть, есть большая пропасть между тем, что было до того, как они оказались у вас под вашим крылом. В структуре Ангара. И вот между, как они там играли в каких-то других командах, детско-юношеских, спортивных школах. Ну, это, понимаете, ведь это такой вопрос неоднозначный. Если на него ответить точно, я боюсь тренеры детской школы обидятся. Считаете, что вы ответили? Будем считать. Будем считать. А вот, кстати, эти же планшеты, гаджеты современные, они настолько отвлекают от футбола и вообще сознание отвлекает от дел насущных? Отвлекает очень сильно, потому что, когда они приходят на тренировки, мы им, да, тренерский штаб, вот именно, мы им вдалбливаем. Потому что у нас, если честно, полтренировки даже может, мы их в чувства приводим. Мы им говорим, вы немножко подумайте, куда вы пришли. Вы сейчас на поле футбольном, а не в твиттере где-то сидите. И не в скайпе, или еще где-то. Кладитесь в цитат. Вы на поле, а не в твиттере. Я это тоже сейчас заценирую. Это еще и Роману Широкому отправил. Я сейчас в твиттере об этом напишу. Поэтому, когда они приходят в раздевалку, мы им уже говорим, вот уже включайте голову и думайте немножко. Полтора часа вашего времени в день тренеру, пожалуйста, посвятите, подумайте, что вам тренер дает, ради чего это все. Ну, очень много. А отвлекаются в тренировках, где-то летают, думают. Тяжело. Это особенность, мне кажется, данной жизни, сейчас на данном этапе. Эти все технологии современные, они, поэтому, я говорю, что очень отвлекают. Во-первых, я это знаю по собственному опыту, у меня само дети. Точно такие же, не оттащишь от компьютера. Какие-то начинаются обиды. Обиды. Уроки тоже не делают. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это все. И эти интернеты, и все эти игрушки. Перед тренировкой все задают свои планшеты, телефоны. Ну, знаете, ходят такие разговоры. Вот у нас в тренершком штабе многие предлагают это делать. Даже перед играми. Ну, тренеры. Но пока к этому, мы до этого не пришли. Ну, знаете, если мы будем вообще все делать за них, а в кого они-то вырастут. А сами-то немножко подумать головой могут они. Нам-то хочется именно вот этого, чтобы они сами думали головой своей. Поэтому так и получается, кто и думает, тот и выходит на высокий уровень. Ну, таких немного. Таких немного. Вот жизнь, это такой естественный сбор идет. Поэтому... А вообще, когда соглашались на должность уже главного тренера, ну, и вообще работы в тренерском штабе молодежного состава, понимали, что вот достаются поколения Next, как это принято говорить, уже вот такие всезнающие, там, следующие в интернете, в планшетах, в гаджетах, что придется больше быть не тренером, да, не объяснять там схемы и тактику игры, а что придется больше работать с психологией? Вообще ожидали, что придется воспитанием заниматься по большому счету? Ну, до этого, как стать главным тренером, я работал как бы помощником у Растема Хузина, вторым тренером был. То есть я уже примерно знал, кто эти люди, с кем мне придется работать, но я был к этому готов морально, и поэтому я сейчас не говорю, что мне что-то там тяжело, что я сейчас все брошу, нет, мне это нравится. Мне это нравится, и честно говорю, что пусть они даже такое, это все так вот происходит, вот это все, но не знаю, мне нравится это. Я главный в футболе, а все остальное... Ну, понятно, что результаты последних матчей радуют. Положение в таблице. Ну, нет, 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 ни в коем случае, потому что мы все-таки пытаемся ребятам объяснить, вот именно, что в данном этапе, вот мы, да, как бы дублеры, мы не должны смотреть турнир на таблице. Еще раз говорю, у нас главная задача ребят подвести, чтобы они психологически были уравновешены в себе, чтобы они выходили и думали как раз о футболе, выходили и играли в футбол уже готовыми к этому уровню, уже к высокому, и поэтому мы им даже говорим, что не надо смотреть турнир на таблицу, потому что у нас такие варианты были. Мы играли в том году, последняя игра тура была, с последним местом, крылья советов были на последнем месте. Если бы мы их выиграли, мы бы заняли по итогам первого чемпионата, как бы полугодия, да, этого, да, получается так, мы бы могли быть на третьем месте, или четвертый, или третий. Но мы им проиграли 2-0, не по игре, правда, но проиграли, потому что у них было чемоданное настроение все, я слышал, они там все уже все путевки покупали, кто куда, у них разговоры только об этом были, как мы к ним не бились, им не говорили, что забудьте, 0-2 проиграли, и вместо этого на седьмом месте были. Я хочу сказать, что в Твиттер уже достаточно много вопросов сыплется, сыплете дальше, мы к ним обязательно обратимся, да, минут там за 10-15 до конца, мы озвучим все вопросы, которые люди задают в Твиттере. Все-таки смотрят, да? Все-таки смотрят. Разные. Пишут разные. Кто-нибудь может даже нас приятно удивить своим присутствием. Например? Широп. Давайте сейчас, давайте сейчас. Давай несколько вопросов, да, просто что, ты так странно улыбнулся в самом начале программы, заинтриговал. Вопрос задает Попов Алексей. Ну, началось. Константин, здравствуйте. Что вы думаете о своем будущем и настоящем? Философский вопрос. Ну, Алексей же он вообще-то в Твиттере. Кто-то читает его в Твиттере, знает? Да, Алексей все знают. Здравствуй, Алексей. Какой хитрый вопрос. Видимо, я не знаю, удовлетворены ли вы? Нет, конечно, если честно, хочется большего. Ну, как сказать, хочется работать и с основной командой. Мне так кажется, что уже, ну, уже можно попробовать начинать уже. Где-то на своих ошибках, на чем-то учиться, расти как тренером. Конечно, на данном этапе я вот не могу сказать, что меня все устраивает. Есть маленькие нюансы некоторые. Например, тот же Алексей все прекрасно знает, как у меня в жизни случается, что сейчас иду немножко на понижение в том плане, что и машины уже меняю в кучу сторону. Потому что уже все равно зарплату ты получаешь не так, как когда я играл в футбол. Совсем другое во много раз. И поэтому хочется, конечно, большего. Но к этому стремимся. Я думаю, что всему свое время. Нет, ну, иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать два назад. Такое уже... Да, это не шаг назад. Я думаю, это все, я думаю, идет так, как оно идет. Как раз-таки идет поступательно. Другой вопрос, что вот это все прекрасно. Да, с молодежи набить шишки и потом уже все проанализировать и где-то себя подводить уже. И мы, наверное, Алексею Попову тоже продолжим тему. Ему, думаю, будет интересно. Все-таки вот этот переход, типа шаг назад, два вперед. Переход, когда завершаешь футбольную карьеру в качестве игрока, лишаешься вот этих больших денег и какой-то уверенности в себе. Насколько он сложный для футболиста? Да, по футбольным меркам взрослым. Вот, да, я поэтому и говорю, что специально для Алексея Попова. Нет, сейчас это правильно. Нет, тренер и футболист это немножко другое. Ты футболист, твоя главная задача держать себя в хорошей физической форме, поддерживать себя. Приходить на тренировки, то, что мы говорим, и думать. И главное, как это, меньше компьютеров, больше немножко думать о футболе. Да, тренер, вот именно тренер, очень много умственной работы вот этой. Ты думаешь, что у тебя 20 человек, и вот ты думаешь, например, когда у тебя очередной соперник, ты думаешь, как их тренировать правильно. Ты очень много времени проводишь, разбираешь игры, ищешь какие-то там тренировочные упражнения, чтобы им нравилось. И вот поэтому умственных как бы стало больше, да, мысли всего, а зарплата меньше. Но это новое качество жизни. Да, нет. Иное качество. И еще... Это возвращает к жизни, опять же. Так я же вам и говорю, что самое-то главное. Ты вот это сидишь, думаешь так часто, приходишь, а у тебя футболисты в тренировке не готовы. Ты им выкладываешь этот финанс, а они ее не понимают. Это как минимум обидно. Так вот, в том-то и дело. И поэтому я вам и говорю, лексика пошла, лексикон, чтобы к ним это все пришло в голову и достучаться. На доступном языке. Да. А еще вопрос у меня. Вот насколько сложен переход вообще, когда вы для себя приняли решение завершить футбольную карьеру? Сложно это было решение? Это сложно. Это сложно в том плане, что я-то, например, еще считал про себя, что я могу играть. Но дали понять другие, и тот же Божевич мне как сказал, он как бы сказал это вот не мне, а сказал нашему президенту в то время Чупракову, Валерию Михайловичу 2008, по-моему, да. Он сказал, да, я тоже хочу играть в футбол, но мое время кончилось. И также он сказал и про меня, да, он был хорошим футболистом, но его время прошло. И вот немножко вот меня, как бы, получается, другие люди-то вернули с небес на землю. И потом, конечно, вышита, вышита. Первый дивизион там можно было, там еще где-то? Нет? Потом в высшей школе тренеров нам, конечно, сказали, что тоже опускайтесь на землю, что вы должны уже забыть, что вы были футболистами и уже думать как тренер. Ну и, наверное, рано или поздно придется тоже кому-нибудь сказать эту фразу. А вот Алексей Попов. Думаю, что он уже отключился. Нет, я так понимаю, что он нас смотрит, он тут это... Активно комментирует. Слушаю внимательно. То есть он смотрит нас, да. Пусть аквариума тоже. Вернее, аквариум. Алексей Попов решил рыбками заняться. Ладно. Давай еще вопрос, только не от Алексея Попов. Не от Алексея Попов? Мы его в конце еще процитировали. Сергей спрашивает. Константин, здравствуйте. Какие у вас отношения с Хузиным и другими членами тренерского состава? Нет ли у вас зависти? Все-таки вы наша звезда номер один. Вы наше все. Какие отношения? Нормальные? Рабочие? Нет ли зависти, спрашивает Сергей? Зависти нет. Я думаю, что нет. Зависти нет. Я еще раз говорю, что всему свое время. Я не могу сказать, что, например, даже в данной ситуации, если так вот разбирать все это, что, например, вдруг что-то случается, и меня ставят главным тренером сейчас. Что я там прямо такой маурине, все быстренько исправлю, и команда у меня заиграет. Конечно, нет. Поэтому я и говорю, что всему свое время. А вот, кстати, по поводу всему свое время, просто достаточно много примеров, когда молодой, талантливый, перспективный тренер за год выстрелил с одной какой-то командой и резко получает предложение от так называемых топ-клубов. А вот есть какой-то срок, который является показательным, что тренер не просто у него везение, истечение обстоятельств, успешный результат команды, а что он действительно хороший тренер? Это год показывает, два, три? От чего это зависит? Я думаю, что здесь все в совокупности. Где-то везение. Тренеру всегда должно быть везение. Какой-то талант у него, свой взгляд на футбол, его умение общаться с игроками и до них донести. Я считаю, что это все в совокупности. Ну и, конечно, самое главное, это доверие самого руководства, молодому тренеру. Если оно есть, если дать немножко время, и, конечно, при хорошем финансировании можно набрать просто стандартных игроков, и команда будет играть. Да, вот. Конечно, тяжело, когда у тебя, так сказать, футболисты среднего уровня, и какие-то там большие результаты показывать, я думаю, это единичный случай, кто может такого добиться. Я считаю, даже Маурини такого не сделает. Потому что, если так разобраться, чуть дальше в дебри так заходить, у Маурини же команды, какие всегда. Только спорта у него получилось хорошо. Вот он сразу жив. А так у него реал, там такие игроки играют практически сами. Спорта тоже у него были приличные, они потом все разошлись, потом клуб, потом был у него. Так что, здесь все как бы... Вот такой пример с Лидсом. Помните, когда там в 90-е годы Лидс блистал в Европе, там Дэвид Улири был. Там были такие, ну, может быть, не самые звездные игроки, но потом не стало ни Лидса, ни Дэвида Улири. Это было просто какой-то... Все сложилось в одно время, в одном месте удачно. Действительно, да, требовать... Если бы был в Маурии в Амкар, там, простите, господи, пришел бы, неизвестно, чего бы было. Рассорился бы, может, со всеми. Игроками. Да, да, тренерами. Ну, давайте еще. Значит, Василевич спрашивает, а чем Субботин хуже нынешних нападающих Амкара? Почему не закрепился? Что мешало ваше мнение? Мое мнение о Субботе нехорошего, так сказать, что... Мне трудно говорить сейчас, потому что я не в основной команде. Там другие люди, тренеры, это, мне кажется, ближе к ним вопрос. Для меня Саша Субботин был хорошее нападающее. Ему немножко доверие, немножко дать практики больше. И он бы почувствовал уверенность. Я думаю, у него все есть. У него есть скорость, у него есть удар. У него... Он может мяч корпусом укрывать, что, как бы, немаловажно при выходе из обороны в атаку и может убежать. Я еще раз говорю, пробить. Такой... А где он сейчас? В Пензе. Вторая лига. Нет. Выкуплен. Выкуплен уже? Или в аренде. Нет, он, по-моему, в аренде. Нет, в аренде он. В аренде. Как бы, ну, я так понял, наше руководство говорит, что с ним прощаться не хочет, что пока просто вот какое-то время... На него рассчитывают. Ну, дали, видимо, игровую практику. Да, наверное, вторая лига. В мужском футболе. Там же скач вообще? Вторая лига. Вообще скач. Ну, почему? Там тоже люди играют. Кто у нас был? Игнатович был. Игнатович перешел. Там вообще скач. Он там как распогнал, он вообще скач. Он очень счастлив был, потому что он не великой контакт. Нет, там многие люди играют, которые там, конечно, да, там тоже идет, играют молодые ребята из дублей. Вы-то прошли там все гарнила всех них со звездой Амкаром. Вам, наверное, есть, так сказать, с чем сравнить и рассказать. Жескач? Нет, раньше же скач был в том плане, что полей не было. Сейчас хоть искусники тополя делают, уже хорошо. А раньше-то мы бегали по этим огородам, это вообще ужас был, конечно. На авторских и корусах, да. Я думаю, что еще все нормально. Даже тот же Актан у нас на искусственном поле играет, поле ровное, так что, я думаю, можно играть в футбол. А, кстати, Актан, насколько я помню, одной из идей создания было, что они готовят футболистов как раз для Амкара Молодежного, для основного состава, такая некая пирамида. А в итоге, насколько я сейчас понимаю, получается некая обратная ситуация, что в основном Амкар Молодежный туда поставляет. Нет, ну, Вторая Лига, они, если честно, они не могли готовить для молодежи игроков. Потому что, как раз, наоборот, Вторая Лига, это та молодежь, которая где-то перспективно, она еще не готова, да, туда в основу, но уже где-то переросла дубль. И вот как раз вот эта граница между дублем и основной командой, вот их туда, чтобы они там еще себя до какого-то определенного уровня доводили. То есть, там тоже хорошая практика, Вторая Лига, там играют мужики, вот, чтобы они тоже крепли и психологически, и физически, и так далее. Ну, по-моему, у нас из Ахтана никто обратно-то не вернулся. Ну, я думаю, пока. Это все еще только начинается. Я думаю, что сейчас туда сколько... Скажем, что в плане становления только все идет сейчас. А если вернуться к футбольному, прошлому карьере игрока, вот какими качествами надо обладать, какими качествами нападающего, вот, особенные? Обладал Константин Парамонов, что стал легендой и наколотил рекордное количество мяча и дамка. Ну, мне о себе, конечно, говорить как-то неудобно. И не с руки. Ну, скажу. А то... Нет, нет. Я могу не говорить. А то подумаю, да, опять, что там, ну, все, начинается. Зазнался там еще что-нибудь. Потому что таких разговоров как бы было вот очень много. Сталкивался с этим. И даже непонятно было, ну... Жуткий посильный удар. Бум-бум. Ну, что это... Раз. Раз. Правильный выбор позиции. Ну, вот это, да. Немаловажно, да. Это чутье? Главное нападающие, да. Да, это чутье главное. Ну, здесь, если честно, тут много чего. Вот если так вспомнить, даже мои голы, ну, они разные были совершенно. Поэтому... Здесь как бы тяжело мне сказать, но... Во-первых, техника должна быть. Ну, во-первых, и нападающий хитрый должен быть. Я вот своим нападающим тоже говорю. Ребята, я говорю, вы такие прямолинейные, вас, говорю, защитники просто читают. Вот вы своим движением уже показываете свои намерения, что вы хотите сделать. Поэтому у вас не получается. И, во-вторых, у нас, у нападающих, как бы, штрафной, это одно-два касания максимум. Все. Как мяч примешь, так и пробьешь поворотом. Поэтому здесь все. Ну, то есть, все качества нужны. И, то есть, чем больше вот этих качеств, тем лучше для футболистов. А часто приходится такой мастер-класс проводить для нападающих Амкар-молодежного? Ой, понимаете, тут тяжело. Конечно, хотелось бы проводить по две тренировки в день. Но они учатся. И вот самое-то главное, что знаете, что? Что они же учатся, и у них по 7-8 уроков в день. Они приходят замученные. Конечно, вот это вот, да, тоже. И немаловажный факт вот питания в школе. Там же нужно их кормить на убой, чтобы они приходили и могли физически выложиться полностью. А то, бывают случаи, они приходят. Но мы, говорит, там сегодня нам давали то-то-то, мы, говорит, это не едим, мы это не можем есть там. То есть, мало, они голодные приходят. Ну, они уставшие приходят, да. И, конечно, здесь тоже приходится с этим как-то сталкиваться с этим и как-то решать эти вопросы. Где-то поэтому у нас есть определенные как бы тренировки, да, в недельном цикле, которые мы как бы должны делать. Ну, и если какое-то дополнительное задание не давать, то мы можем их просто перегрузить. Поэтому, конечно, хочется где-то больше с ними вот в этом плане заниматься, что и защитниками статистически, и нападающими. но в основном-то это все мы на сборах сейчас проделывали. Конечно, хочется это постоянно делать, но учатся ребята. У Констант Парамонова, для тех, кто не знает, раскрою секрет. Ну-ка. Сын занимается футболом. Мне интересно, да, в какой на позиции он играет, часто ли он мучает, папа, покажи. Нет, в том-то и дело, что что-то покажи, и он меня даже вообще не мучает. Он вратарь? Нет, он центральный полузащитник, но немножко так, что-то есть у него с техникой, но пока физически слабый. Я думаю, что это все, так сказать, от его возраста, ему еще 15 лет. Я думаю, что он свое нагонит. Если он в папу, то, я думаю, физически должен быть самокрепкий. Я думаю, тоже время надо немножко подождать, поэтому ждем. Ну, он намерен связать свою жизнь с футболом. Мне кажется, он больше ничего не умеет. В папу. В папу? Почему в папу? Папа связал свою жизнь с футболом. Могу столярить, токарить, да? Ну да. А еще вопрос? Давай. Антошка. Даже не, Антовка. Так написано. Добрый вечер, Константин. А за кого болеете в Лиге Чемпионов? За красивый футбол. За красивый футбол, Антошка. Да, нет у меня любимой команды. Это все в прошлом. Десять болел за Динамо Киев. Не следите за конкретной командой. Не хочется что-то... Жозе Мавриньо. Анкар Молодежный был похож на Реал, на Барселону. На Барселону. Нет, я говорю еще раз, что я не болею. Мне больше как бы интересно, когда многие команды играют там Андер Лехт, да, все эти ЧФР, Истяулы. Мне смотреть как бы интересно, когда они обыгрывают Грандов. Мне вот это приятно смотреть, что они с таким бюджетом 3 миллиона долларов, да, обыграют эти команды за счет тактики, за счет организации игры. Вот это мне приятно смотреть. То есть вы пытаетесь спроецировать себя на них, то есть вы понимаете, что у вас тоже ведь не самые огромные бюджеты. В Перми не самые по ценникам не самые хорошие футболисты. по ценникам не самые хорошие футболисты. И нужно с этим материалом добиваться большого результат. Да, примерно. И поэтому, да, то есть с чем приходится нам сталкиваться в нашей ситуации. И мне кажется, ближе вот эта тема. Например, мне было интересно прочитать слова тренера этого Селтик, когда они дома обыграли Барселону 2-1. И вот он пишет, как мы тактически мы их посмотрели. Мы знаем, что Барселона в основном играет через центр, ну там бывает через края. И мы в основном сделали ставку на подаче в ихнюю штрафную и на втором этаже. Ну и, конечно, как можно больше, чтобы было штрафных у них ворот. Два гола со стандарта забили. Все. А сзади стали стеной и отбились. Выиграли. Интересны вот эти как бы технические замыслы многих тренеров. Поэтому все туда в копилочку читаешь, смотришь. Вы как тренер пытаетесь тоже какую-то тактику команде навязать? либо вот от того, что есть у вас. Вы, собственно, вот я понял вопрос. Мы сейчас к этому пришли. Что я сначала тоже стал тренером. Все, мы будем играть 4-3-3-3-3-2-4-3-3. Рядка открывает? Нет. Просто 4-3-3-3-4-2-3-3. Все вперед. Все. Приехали на сборы. Нам там как начали по 6 грузить. Наше нападающее не возвращается. Потом много ошибок и в защите и в перестроении. Потом проанализировали и поняли, что в силу данных обстоятельств, что у нас именно такие футболисты, что нам не до жиру. Будем играть 4-4-2. Перекроем все зоны. Будем играть от оборонки на козыр-атак. Вот и все. И результат пошел. Ту-ту-ту. Со спортом вообще встанем в 6 защитников. И в 2 вратаря. Круто. 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 Насколько велика текучка кадров у вас? Сколько за сезон молодежи проходит через дубль? Основа, сколько там? 11, да? В основе? Там только там защитников этих запасных там 5, то есть там 16, плюс еще там что-то. Сколько в структуре-то у вас? Нет, у нас в заявке в дубль, да? В заявке? В заявке может быть 25 человек. 25 человек. А проходит сколько за сезон? 25? Нет, меньше. Даже меньше? Меньше. Мне казалось, там должен быть что-то, нет? Нет. Это в основном большая масса людей в основном составе, потому что случаи бывают разные. И травмы, и все остальное. А мы где-то вот за счет того, что они заявляют себе, кто у них не проходит в состав заявку, играют за нас. И нам помогают в этом плане. А проходить у нас много может? Вообще мы можем если честно, мы можем вообще пачками всех вот так вот каждый год просто. С дюшера брать? Вот пришел 96-й год, да, выпуск, например, просто говорю. Мы их взяли, всех там 10 человек. Стали смотреть, играть, стали проигрывать, да? Смотрим, бесполезно что-то кому-то объяснять. Собрали их и пачку так же. И пачку выбросили. Все, ребята, счастливого пути. Взяли другой год. Здесь с этим проблем нет. А люди-то подумали, ну все, я вам кари уже. Так вот. Но здесь еще, конечно, есть человеческий фактор. Мы же тоже не можем так, как бы, судьбами людей распоряжаться и ломать их судьбы, так сказать. Мы же тоже не варвары. Мы где-то пытаемся словами как-то с ребятами разговаривать, им говорить, что, ребят, если вы сейчас закончите, кем вы будете? Немножко подумайте. Где-то все равно мы не можем так взять. До свидания. Ты там не подходишь. Человек вышел, да, за дверь и там быстро. Жить сломали для человека. А как вот этот процесс происходит? Сезон закончился, там впереди новый сезон, да, и вы идете брать новых. Идете брать. И как это происходит? Кастинг? Выборы? Отворы? Нет, все правильно. Приходим, смотрим. Мы, например, садимся, смотрим, да. Вот следующий год, это какой год выпуска будет? Какого года рождения? Сейчас у нас выходит 95-й выходит. Вот они должны сейчас в горе покисать. Что придет Парамонов, будет на меня смотреть. Нет, у нас уже 97-й год есть. 96-й есть. А 95-й они просто школу заканчивают. У них встает вопрос. А выбора профессии уже какого? Серьезно? А будущее? Только или сварщик. Либо футболист. Либо футболист. Вариантов три. Да. И что ему нужно сделать, чтобы Константин Парамонов уже умеет, сказал, парень, пойдем к нам в дубль? Нет, нет. То есть тут у них нет. Он у нас уже в команде. Те, кто на выпуске, они уже, так скажем, уже года два у нас. Это лучшие, это все лучшие, кто из ихнего года. И у нас также сейчас 96-й год есть. Но у 96-го года есть еще в чем? Они могут почему еще вырасти? Например, 95-й год, сейчас школу заканчивают. Мы можем, например, кто-то еще за это время, пока к нам кто-то не попал, но он учится в школе. На себя обратить внимание. У него есть время. А когда тренеры приходят к вам, звонят, говорят, вот парень интересный. Нет, они играют на КФК, да. Тренеры говорят, вот этого посмотри, вот этот у меня вроде бы как немножко прибавил, он стал лучше. Вот его посмотрите. Мы берем его снова к нам в процесс тренировочный. Если говорим, нет, это не то, что нам надо, тогда все. Или он ищет команду. Или слесарем-токарем. А все равно еще принята практика, когда приглашают из других школ, из других городов. Да. А кто занимается? В нашей школе занимаются из Ижевска, из Казани. Ну как, кто-то сам названивает. Например, в Казани такая ситуация сложилась. Пришел тренер, сейчас испанец. И говорит, мне вот этих не надо. Ребята нам звонят, говорят, их из этой школы убрали, прямо из интерната. Вот они позвонили, там есть вратарь, есть защитник, позвонили, сказали, можно мы к вам приедем, вы нас посмотрите. Приехали, их посмотрели, сказали, ну да, вроде как нормально, все, сейчас в 96-м годе занимаются. То есть это как раз на подходе вамкар молодежный? Ну нет, если они будут сейчас прогрессировать, если мы их заметим, что они, да, они нас устраивают, то можем взять и обратить на них внимание. Из сегодняшнего дубля вы видите людей, которые когда-нибудь хотя бы в перспективе могут влиться в команду? Ну, я думаю, что есть один человек. Называть его не будем, что ли? Нет, конечно, нет. Нет, он подходит и по тем качествам, как он выкладывается на тренировках, в играх, что он адекватный человек и постоянно старается, и прогрессирует. Вот он пока есть, так сказать, на заметке. А так-то вот за последний, там, не знаю, год-два примеры-то явные-то есть, из которых людей, которые прошли дубль и начали к основе. Ребокобыленко? То есть, Ребокобыленко? Смирнов? Смирнов. Или, нет, Смирнов в дубль брали? Да. В дубль брали. Тюкалов? Тюкалов наш. Вот Субботин был. А, кстати, Коломейцев брали его молодежь? Нет, нет, Коломейцев там ситуация получилась такая, что когда Москва распалась, там нужно было очень быстро принять решение по нему. И он поехал с нами на сбор. с дублем, потому что не было возможности там, и нам дали задание, как бы на него посмотреть и искать свое мнение. Ну и то есть так получилось, что он просто выделялся среди всех. Все равно и вышивка из молодежки. Ну как? Ну он в несколько игр за нас сыграл, и все, забрали. Секретов. Секретов, опять же, да. В принципе, достаточно, на самом деле, футболистов. То есть, хорошая у нас школа, МКАР молодежный. Ну и последняя тут написание. Стало уже скучно не слышать фамилию Парамонов, когда объявляют состав нашего клуба. Ждем вашего сына. Это пожелание. Кому? Сыну? Сыну? Да рано еще. А передать сыну девятый номер готовы? Девятый номер уже забрали. Благо Георгию отдали же. Святое, да. Да еще до него кто-то забрал девятый номер. Маки. Сичи Робу Маки был такой. Нападающий. Кто это? Вот. А что значит девятый номер для истории Прикамского футбола? Константин Парамонов все знают. Спасибо, что пришли к нам. Очень интересно было. Мы желаем вам вменяемых и понимающих и любящих свое дело молодых игроков, талантливых. Ну а вам только успехов. Мужества. Силу терпения. Богатого словарного запаса. Согласен. Ну мы над этим работаем. Ну и тренерских теперь успехов, чтобы тренерская карьера была поступательной, не менее интересной, и я, чем футбольная. Да. Сейчас думаю, да. Спасибо огромное. Я напоминаю, что наша программа выходила при информационной поддержке спортивного портала prosport59.ru Всем спасибо и до встречи. Гудбай. До свидания. Спокойной ночи. Продолжение следует...